Эту фотографию я нашел в музее Копенгагена, плохо ее тут видно. Эта фотография сделана в Копенгагене в 1905 году, по-моему. Еще не было машин, была вот такая вот, ну вот здесь это Ньюхавен канал, там такой канал. И, в общем, тут была такая пешеходная зона, где еще на лошадях ездили. А вот, значит, как эта территория выглядела в 50-х годах. Как видите, та же самая набережная, только она вся уже не пешеходная, она занята 40 парковочными местами. То есть вместо того, чтобы там тысячи людей могли здесь ходить, там гулять, теперь здесь пользуются 40 человек этой территории для того, чтобы припарковать свои автомобили. Все это начало меняться из-за именно появления в жизни автомобилей. Стало происходить то, что называется столкновение городов и автомобилей. Каждый раз, когда в городе, вот в таком вот более-менее старопостроенном, количество машин доходит до 300-350, значит, автомобилей на тысячу человек, происходит такая проблема, что в городе улицы узкие, места мало, а машин много. И они физически все не влезают. Нету каких-то правил регулирования, они физически не влезают в город, и они начинают заполонять все пространство. Вот вы тут работаете на газетном переулке, у меня дальше есть где-то фотография этого газетного. Вот вы там наверняка, если идете к метро, там надо протискиваться, да, вот так вот между машинами. Это вот как раз столкновение городов и автомобилей. Происходит, везде происходило, но вот европейские и американские города эту всю, значит, вещь уже прошли в 50-е и 60-е годы. Прошли ее по-разному. Значит, ну есть два основных пути. Первый – это, значит, сносить там все там исторические центры, узкие улочки и проще строить хайвей и магистрали и перемещаться только на автомобилях. Второе – это постепенно перемещать людей в более эффективные, значит, виды перемещения по городу в плане использования площадей, попозже об этом поговорим. И вот оставить всю инфраструктуру так, как она, например, и есть. Значит, в Европе, слава богу, пошли путем общественного транспорта, но, значит, были мысли пойти не таким путем. Я вот хочу вам, я не знаю, кто здесь был в Париже, вот представьте себе Париж. Я сейчас вам покажу один проект, значит, в 50-х годах, который предлагался по изменению Парижа. Вот сейчас представьте, вот там Париж, там кафешки, да, там вот такие бульвары, там люди какие-то, там французы, значит, присутствуют. В, не помню, 50-каком-то году был такой архитектор Ле Курбузье, по-моему, да, который предложил, значит, снести весь Париж, построить 30 башен, в каждой из которых там будет жить по 30 тысяч человек, и, в общем, превратить его в современный, по его мнению, город, где люди будут жить вот в этих башнях, и, значит, перемещаться на автомобиле, устроить там хайвей. Вот так бы выглядел центр Парижа, значит, и вот такие вот были бы города. Вот в 50-е годы, это как раз вся идея была очень популярна, и считалось, что современный человек, он должен жить, значит, в какой-то своей ячейке, там были разные мнения, должен ли он жить вот в такой городской ячейке там в городе, либо вообще где-то в доме, там, за городом, иметь возможность сесть в свой автомобиль и поехать на нем в любое место. Значит, для того, чтобы это было, нужно города делать вот такими, да, ну, как показала потом практика, даже и такие не всегда помогают, но неважно. В Америке города так и выглядят. Вот этот Лас-Вегас, сейчас мы будем про него говорить, так как я бывший профессиональный игрок в покер и много времени проводил в Лас-Вегасе в свое время, и сейчас часто там бываю. Я его очень подробно изучил. Значит, в Америке эту проблему столкновения городов автомобилей стали решать вот как раз с помощью тех методов, которые предлагал вот этот вот Ле-Курбузье. То есть они строили большие хайвеи, ну, там еще у них были другие темы, не связанные с Ле-Курбузье, они поощряли малоэтажное строительство, огромные пригороды, города у них растягиваются очень широко, значит, по площади, в них вообще невозможно ходить пешком или перемещаться на общественном транспорте, они такие огромные. Люди вообще практически не общаются как-то между собой, то есть они живут в своем доме или там в своем комьюнити, садятся в автомобиль, выруливают, едут на свою работу, и там, значит, там общаются, потом возвращаются на автомобиль. То есть город практически отсутствует. Есть структура для перемещения людей с места на место, и вот так оно все и живет. Они по этому пути пошли, и тогда стали поощрять дорожное строительство, малоэтажное строительство. Из этого вот у них получились вот такие вот города. Вот, это все вот в Лас-Вегас выглядит примерно так. Вот так в нем выглядит кафе, да? То есть вот представьте себе европейские кафе, как они выглядят, и вот так выглядит кафе в Лас-Вегасе, потому что вот просто по-другому там люди не перемещаются. Вот посетители кафе, это обычный жилой квартал, неплохой, нехороший, обычный. Вот так вот. Вы как видите, вообще тротуаров нет, в принципе. Не предусмотрено, что кто-то в принципе будет ходить пешком. Вот они иногда есть, но иногда вот берут и кончаются, но зато когда они есть, то в них инфраструктура для слепых очень хорошо продумана. То есть если вдруг слепой сюда телепортируется, то он здесь, значит, сможет как-то понять, что тут дорога. Ну вот на более широких дорогах это выглядит так. Здесь пройти совершенно, значит, вряд ли кому-то в голову. Ну это там их общественный транспорт, сейчас поговорим. Значит, почему в таком городе невозможно ездить на общественном транспорте? Потому что очень, ну, малоплотная застройка, и, значит, автобусы ездят редко. И вот если вот взять одинаковый путь из там жилого района Лас-Вегаса, где откуда фотографии, до центра, то вот на машине он занимает 15 минут, а на автобусе он занимает 1 час 6 минут. И при таких обстоятельствах человек никогда в жизни не выберет автобус. Принято считать, что люди, в общем, ездят на машинах, даже у нас тут в России сейчас принято считать, что, в общем, все люди хотят ездить на машинах, кто не имеет возможности ездить на общественном транспорте. На самом деле это не так. Люди просто делают выбор в соответствии с потребительскими свойствами обоих этих способов перемещения. И вот когда временные затраты, вот они, вот такая огромная разница, конечно, под своей волей никто общественный транспорт не выберет. Когда ситуация ближе, там, вот, например, как у нас тут в Москве, у нас вот, если вы живете около метро и работаете около метро, то в автомобиль трудно будет загнать человека. Ну, то есть, если он ездит каждый день на работу. У нас многие говорят о том, что надо в центре организовывать парковки. Значит, вот в Лас-Вегасе действительно организованы бесплатные парковки. В центр можно приехать. Вот центр города выглядит вот так. Это 13-этажная парковка. А никак не сделать. То есть, тут говорят люди, что надо строить подземные парковки. Это очень дорого. Если мы хотим делать город, значит, для автомобилей, то он будет выглядеть так. И по-другому просто автомобили все не влезут. А я, кстати, вот этот кадр делал с 10-го этажа другой парковки. Он весь так выглядит. Значит, почему это все выходит? Из-за малоэтажной застройки, рассредоточения, чтобы влезло такое количество автомобилей в город, нужно его делать очень широким. Вот площадь Лас-Вегаса, в котором живет 400 тысяч человек. Вот в том же масштабе площадь Москвы, в которой вот на этой территории живет что-то типа 12 миллионов человек. Вот все американские города примерно вот так и выглядят. Ну, немножко тут я немножко загнул, но вообще вот масштаб такой. Сейчас перейдем к европейской части этой всей штуки. Хотел вас спросить, вам интересно и как со временем можно ли это? Нормально? Если я полчасика порассказываю, потом перейдем к вопросам. Все в порядке будет, да? Да, продолжаем тогда. Европа пошла по другому пути. Значит, вот так выглядел... А, значит, вот столкновение городов автомобилей проходило во всех городах Европы без исключения. То есть там, если вы почитаете литературу о Париже 50-60-х годов, вы увидите там вот то же самое нытье про адские пробки, которые вы сейчас видите в Москве. Потому что все города вот с этим сталкивались. Появляются машины, еще нет структуры, как принять такое количество автомобилей, они начинают все заполонять. Это уже произошло и в Копенгагене. Вот, значит, 60 автомобильных, значит, автовладельцев занимают вот эту вот площадь, которую занимают. В этой ситуации очень многие, кстати, меня начинают спрашивать, а если убрать отсюда парковки, а где же тогда парковать машины? Ну, это не подход. Вот, то есть где-то в другом месте их надо парковать. Вы не можете занимать площадь, которой может пользоваться, если автомобили убрать, как они сделали через 20 лет, тысячи и тысячи человек в день. Вы не можете брать там, по-моему, 40 или 50 тысяч человек в день пользоваться этой площадью, там постоянно кипит жизнь. Вот, потому что вот просто они убрали 60 парковок. Если этой вот территорией начинает пользоваться 40-50 тысяч человек в день, а вы, значит, паркуете там 50-70 автомобилей, то вы не можете так ставить вопрос. Так, конечно, значит, понятно, 50 тысяч человек, все понятно, но куда же 50 автомобилей-то девать? Куда-нибудь девать. Похоже, ситуация у нас, значит, сейчас в Тверской сложилась, сейчас мы к ней придем. Ну, вот это то, что происходит вокруг этого канала в Копенгагене. Кипит жизнь. Вот еще одно место в Дании, то есть вот у них была улица Стрёгет, и она была автомобильная. Вот то же самое место сейчас, они ее сделали пешеходной, и, в общем, намного большее количество людей теперь пользуются этой площадью. Так, значит, перед тем, как мы перейдем к этой картинке, нет, наверное, сразу перейдем к ней. Или попозже. Попозже перейдем. Вот, это вам знакомо, наверное, хорошо. Это Тверская. Значит, у нас, как вы знаете, пришел мэр Собянин, сначала запретил все парковки на Тверской, а потом вообще разрешил парковку на тротуарах на Тверской. И теперь, значит, 1% пользователей тротуара, примерно 250 человек в день пользуются парковками, потому что 250 машин примерно на этой территории, там вот, которую я считал от мэрии до охотного ряда, паркуют машины на тротуаре, примерно 250 человек в день. И примерно 50 тысяч человек в день проходит там каждый день пешком. То есть, примерно 1% пользователей площади вот этой вот тротуара на Тверской занимает 67% территории тротуара. И вот многие города столкнулись, потому что машина как бы сильнее, они пропарковали, все и стоит. И как бы это нужно регулировать. Если это не регулировать, происходит вот это столкновение городов автомобилей, значит. В Нью-Йорке столкнулся с похожими проблемами и позвал вот эту вот датскую контору Гейл Аршитекса. Я там пытал потом, в общем, того архитектора, который занимался этим проектом в Нью-Йорке. Значит, вот они тоже вот там столкнулись с проблемой, что под тротуаром ходит очень много людей, они туда не влезают. И они позвали вот эту контору и спросили, что теперь делать. Вот они сделали такую визуализацию. То есть они посчитали количество пешеходов и количество автомобилей, и, в общем, сколько людей пользуются площадью. И, как вы вот видите, насчитали, что вот тротуарной частью, которая занимает где-то треть территории, пользуются где-то две трети, значит, вообще людей, которые пользуются этим пространством улицы. Про парковку там никому в голову не пришло. Еще вот у этих вот, значит, ста тысяч человек отнять еще две трети их тротуара, чтобы припарковаться там десяти человеком. Но это уже наши особенности. Вот, собственно, такой проект они сделали, посчитали, показали, кто, в общем, сколько людей пользуется какой территорией. И мэрия потом начала приводить площадь примерно в соответствии с количеством ее пользователей. Таким образом, города европейские и стали трансформироваться вот из такого вида в такой вид, в то же самое место. Просто больше людей пользуются территорией. И вот так вот как-то это все у них менялось. Вот это вообще вам должно быть знакомо. Пример Нью-Йорка. Вот то же самое. У них был Бродвей рядом с Тайм-скуэром. И там ездило в день 40 тысяч автомобилей по этому Бродвею. Приехал Гейл Аршетекс, посчитал, сколько там ходит пешеходов и нашел, что там в день проходит 400 тысяч пешеходов. И они таким образом убедили мэрию Нью-Йорка, что надо Бродвей вообще закрыть для проезда и устроить там вот такую пешеходную зону. Они там поставили стулья, зонтики там и прочее. И сейчас, в общем, жители Нью-Йорка очень этим изменением довольны. Такие процессы во многих городах происходят. Я надеюсь, они и у нас начнутся. Для того, чтобы они начались, надо как-то объяснить людям, как вся эта штука действует, чтобы они не считали, что меньше пробок будет тогда, когда будет больше дорог. Потому что это не так. Все это совершенно невозможно без развития общественного транспорта. Потому что людям как-то все равно надо перемещаться по городу. Они должны ездить с места на место. И они будут это делать либо на автомобиле, либо на трамвае, либо на метро, либо на велосипеде, либо пешком. В зависимости от возможности. Конечно, пешком из Бутова сюда не придешь, и на велосипеде не приедешь. Но есть же и другие маркруты в городе. Хороший общественный транспорт это очень важная часть этой всей штуки. Я про него пока мало знаю. Я вот в понедельник еду, так же, как я ездил в Гейл-Аршетекс, в понедельник я еду к такому Вукону-Вучику. Это профессор по транспортному планированию университета в Пенсильвании по точно такой же схеме. Он меня будет месяц там учить. И вот тогда я смогу вам рассказать про транспорт больше, но пока в общих чертах. Эта картинка показывает, почему для того, чтобы город мог существовать нормально, когда у него узкие улицы, нужен общественный транспорт. Вот эту картинку сделало Министерство транспорта города Лондон, по-моему, в 59-м году, я точно не помню, не знаю. И вот, как вы можете видеть, вот 69 человек вот в тех автомобилях перемещаются, вот так они выглядят пешком, а так в автобусе. Для того, чтобы люди, значит, для того, чтобы люди как-то пользуются общественным транспортом, его надо сделать более привлекательным, чем автомобильным. Это делается двумя способами. Во-первых, уменьшается привлекательность автомобильного транспорта с помощью платных парковок, а сама по себе уменьшается с помощью большого количества пробок, искусственно уменьшается с помощью платных парковок, платного въезда в центр и таких мер, либо вообще за запреты пешеходных улиц. И увеличивается привлекательность общественного транспорта, то есть строятся хорошие трамваи, вот такого типа. Люди больше любят трамваи, чем какие-либо другие виды транспорта. И автобусные выделенные полосы, это тоже очень в этом направлении. Лучше будет, конечно, трамваи, правда, но тем не менее. Ну, метро и вот такие вещи. Вот это та же картинка, как там, только современная, более современная тоже. 60 человек в автомобилях, пешком и на велосипедах. Для того, чтобы люди ездили быстро перескакивая, значит, с общественного транспорта, на котором долго не будем останавливаться, для того, чтобы люди ездили на велосипедах, нужно строить велоинфраструктуру. У нас тоже все говорят, что никто никогда на велосипеде в России никуда не поедет. На самом деле он никуда не поедет из-за того, что ужасно грязно и можно попасть под машину. Либо, если ездить по тротуару, мешаешь пешеходам. Вот в Копенгагене лучшая в мире велоинфраструктура. Вот чуть-чуть несколько так быстрых штрихов о том, какая она там. Вот, во-первых, на светофорах стоят вот такие вот вещи, чтобы у нас велосипеды не слезать, можно было облокотиться. Огромные велопарковки. Вот такие карманы для велосипедистов, чтобы они со светофора стартовали раньше автомобилистов. Вот велополоса, да, вот так вот размеченная. Вот там вот правее и дальше можно видеть велодорожку. Ну, то есть это отделенное от дороги, значит, место. Синим цветом отмечены опасные участки, то есть когда автомобиль поворачивает направо, а здесь они пересекаются с велосипедами, они отмечают вот таким синим цветом, привлекающим внимание. Велопарковки, значит, вот здесь можно видеть, во-первых, велодорожку, она отделена от обычной дороги парковками, ждет велодорожка, а дальше вот велопарковки. Велопарковка – это очень простое сооружение, да, и у нас, когда говорят, что надо там какие-то ТЗ, разработки, там заказы, и потом, в общем, построят огромный такой арбузятник, в общем, и рядом такую перилу, к которому, типа, надо этот велосипед прицепить. На самом деле просто нет, ставится вот такая вот штука, и все. Она не портит колесо, и ничего плохого с ней не происходит. Ну, велосветофоры, я не буду, опять же, подробно на этой велоинфраструктуре останавливаться, хотя там есть интересные вещи, там, зеленая волна, например, и проще. В общем, для того, чтобы люди пользовались велосипедами, общественным транспортом, либо, в общем, чем бы то ни было, нужно им делать для этого то, что называется physical framework. Такую городскую среду, в которой будет удобно пользоваться велосипедом, либо в которой будет удобно ехать на трамвае. Вот. Опять же, быстро перескакивая, перейдем к другому моменту. У нас, когда начинают говорить про улучшение городов, сразу все начинают говорить про дворы, что надо вот, значит, нам идти, посадить клумбу, значит, устроить наш двор лучше, и тогда, значит, наша жизнь станет лучше. Вообще-то, по-моему, это все совершенно не так, и нужно просто, чтобы люди понимали, как это все должно быть, а потом только мэрия и только сверху может эти изменения провести, а уж никак не люди снизу, посадившие клумбу. Вот. Но немножко поговорим о дворах. Вот типичный московский, не очень типичный, на самом деле, но, тем не менее, московский двор новостройки выглядит так примерно. Значит, где-то 70% в двора занимает парковка, да? Значит, где-то 20% в двора занимает детская площадка, в каждом обязательно дворе есть. Как видите, тут еще куча территорий, отгороженных забором, которые можно, в общем, очень хорошо использовать, но их просто так взяли, отгородили, и там ничего нет. Ну и, собственно, все. При этом, значит, вот так это выглядит там с высоты ближе к делу. Но это другое место, но неважно. Ближе к пользованию с уровня глаз. В чем, значит, проблема этой штуки? 70% территории, или даже иногда хоть чуть ли не 100, отдается 30% жителей, которые пользуются автомобилями. Они вот очень хорошо себя чувствуют, хотя они все равно жалуются, что у них нет места для парковки, но тем не менее 70% территории, там, всех дворов, 70% до 90% отдаются им. Значит, оставшиеся, там, 20-30% отдаются. Еще одной очень, ну, маленькой по численности категории людей это маленьким детям. Это очень важная категория, им нужны детские площадки делать, но надо все равно понимать, что это где-то 8%. Да, там, 8-10% жителей. Остальные 60-70% жителей остаются вообще без, то есть для них ничего тут не предусмотрено. Им негде посидеть, для них нет лавочек, нет беседок, нельзя посидеть с кем-нибудь пообщаться, нельзя выйти во двор, посидеть за компом в инете, если у вас там в квартире 19 человек живет, и вы не хотели бы их видеть. И, в общем, никакой там нельзя выйти в домино поиграть пенсионерам. Дворы под это вообще не приспособлены. Вот здесь вообще это очень хорошо видно, то есть вот территория, детская площадка, для 8% людей предусмотрено, в общем, очень много всего, а для оставшихся, вот как вы видите, можно райдить, чтобы посидеть на бордюрчике, да, и все, никаких лавочек, ничего. Лавочки иногда бывают, и вокруг них кипит жизнь, но их, в следующем, больше и больше стараются убирать. Когда инфраструктура такая, люди на улицу не выходят. Значит, там... К нам относятся? Там вот хорошо. Вот тут, ну, небольшая диаграмма, о которой я уже примерно рассказал, да, вот, процентовка жителей, ладно, не будем на этом подробно останавливаться. Это мы уже видели, да, это то, как строятся у нас бульвары. Значит, к чему это все дело приводит? Это все дело приводит к тому, что нам визуально кажется, что в наших городах живет одно быдло. Потому что... Сейчас я быстренько перескочу на свою вот эту диаграмму, потом туда вернемся, вот это все показывает. Значит... Примерно вот так вот, ну, это если взять какой-нибудь типичный дом, ну, и просто прикинуть примерно процентовку, значит, людей, которые в нем живут, то мы обычно увидим 95% нормальных людей и где-то 5%, значит, там... всяких гнусных персонажей, которых нам не хотелось бы видеть, значит, в своей жизни. Если вы представите там себе свою школу, в которую вы ходили там, или там какой-нибудь другой там торговый центр, любое место, где какие-то люди, в общем, смешиваются и все люди туда ходят, вы примерно вот поймете, что процентовка примерно вот обычно будет выглядеть так. Ну, или чуть-чуть по-другому, но похоже. Когда есть вот такая инфраструктура, как я показал, то очень небольшие категории, ну, мало кто из этих 9% людей проводит много времени на улице. Это 95% пробегают мимо двора, 5 минут к метро, и 5 минут из метро. Это все время, которое мы их видим. А бомжи и гопники, они на улице тусуются намного больше времени, да? То есть там бомж вообще там все время сидит. Значит, какие-то там пьяницы, там тоже они могут посидеть где-нибудь на заборчике, им не нужна хорошая инфраструктура, чтобы выйти на улицу. И в результате там вот есть у нас 300 обычных человек, которые 5 минут в день на улицу проводят, и один бомж, который проводит 24 часа в сутки на улице, то визуально нам будет казаться, что 50 на 50 делится. Половина бомжей, половина обычных. Что когда стоите на улице, вы видите пробегающих мимо обычных людей по одному и постоянно видите бомжа. Вы не видите 300 человек и бомжа. Вы видите одного человека и бомжа в каждый момент времени. И вот визуально вся эта история, если там 5% обычных людей, 5% там вот нехороших и 95% обычных, вот визуально она выглядит примерно вот так в наших городах. То есть нам, вот просто мы же не никто же, вот это я ходил, когда подписи собирал для своей избирательной компании, я звонил в квартиры, и я примерно видел, что бомжи, они примерно, не бомжи, бомжей в квартирах нет, значит, всякое там пьянь, гнусные всякие персонажи и так далее, они попадаются примерно за одной дверью из 50. За остальными дверями цивильные, нормальные люди, которых почему-то на улицах не видно. Вот не видно их как раз из-за отсутствия хорошей инфраструктуры. В результате вот того, что у нас наши... Зависло. Во. В результате того, что наши дворы выглядят так, туда выходят люди либо погулять с собачкой, либо, значит, погулять с ребенком, либо пробежаться до метро, и нормальных людей на улицах не видно. И вот у нас ощущение, что у нас в городах одни гопники, и из-за этого у нас постепенно это накручивается, и создается ощущение, раз у нас одни гопники, то давайте мы не будем ставить беседку, потому что в ней будут тусоваться только гопники, и зачем же нам там беседку? Лучше мы не будем ставить. Вот. И вот так это и дальше. Беседки нет, а нормальные люди дальше не выходят на улицу, и вот. Все это изменилось сейчас. Первый шаг был сделан в парке Горького, и там можно было увидеть, что будет, если сделать хорошую инфраструктуру, и какие там люди будут, и что там будет происходить. Что нужно делать, чтобы нормальные люди выходили на улицу? Нужно строить им хорошую инфраструктуру. Вот пример парка в Копенгагене. Ну, вот, может быть, это видели, потому что Артемий Лебедев кидал ссылку на мой пост с этими фотографиями. Вот, значит, я после него стал, так скажем, меня часто стали, чаще стали приглашать с кем-нибудь поговорить и так далее. Значит, инфраструктура должна быть такой, чтобы обычным людям было приятно выйти на улицу и там что-нибудь поделать. Теннисный стол, вот так вот выглядит там аллея, больная площадка, ее обязательно должно быть видно, чтобы видно, когда видно, как происходят всякие вещи в ней, намного приятнее людям рядом посидеть, потому что они видят активность. Ну, вот там детская площадка. Как можно больше всего разного. Вот у нас в Москве, например, на том вот уже рассматриваемом нами бульваре единственная разность – это вот доска почета. Пустая, да? Значит, все остальное – это вот либо вот эти адские лавочки бетонные, да, либо просто ничего нет. Ну, а там вот есть там мангал общественный, значит, вот такие вот всякие вещи, на которых можно попрыгать, там, вот там гамак. Вот. Когда инфраструктура выглядит так, то обычные люди выходят на улицу, начинают там проводить время, и города выглядят более дружественными, и, в общем, ну, нам, если мы так попробуем сделать, нам перестанет казаться, что у нас, в общем, живут одни гопники. Это совершенно не так. Вот такое визуальное заблуждение. Это мы уже видели. Ну, вот это несколько примеров из парков. Там вот как можно сделать очень живой парк. Вот это другой пример с Кубы. Там доминошные клубы есть в городе, в Сантьяго-де-Куба. Там вот просто стоят столы и стулья, совершенно ничего не стоящие, люди выходят на улицу, играют в домино, в шахматы. Все это выглядит очень мило. Ну, вот. А это, значит, наш двор. Значит, немножко о парковках. Вот у нас говорят часто, что люди невежливые, там, ну, есть проекты всякие, там, автохам, там, или что-то типа того, которые там, Росмолодежи делают, которые у вас тут в соседнем здании, кстати, находятся. Вот. Значит, когда говорят, что люди невежливые и паркуются не там, где надо, то это ведь виноваты не люди совершенно, а виновата городское окружение, которое говорит о том, что тут парковаться можно. Человек, когда он хочет припарковать свой автомобиль где-то, он не начинает задумываться, а, значит, какие тут маршруты, следования транзитные, значит, людей, не идут ли они тут мимо, значит, к метро или к детской площадке. Он просто видит место пустое и ставит туда машину. Конечно, ну, там бывает пешеходный переход, и там все равно люди ставят, но обычно, в общем, люди, они ставят там, где можно и все. Значит, чтобы это все так не происходило, нужно то, что называется physical framework, да, это вот я уже говорил. То есть, надо физически просто делать так, чтобы люди понимали, где можно парковаться, а где нельзя. Вот здесь сделана вялая попытка снизу, значит, объяснить людям, что вот около подъезда не надо парковаться. Вот поставлены две адские клумбы, и, значит, здесь парковочное место как бы закрыто. Это вот, я в этом доме живу, поэтому знаю, консьержки притащили, значит, практически своими силами две адские клумбы, поставили их, и теперь вот там нельзя парковаться. На самом деле, это дело, значит, должна делать мэрия, естественно, поставить в нужных местах столбики, а лучше вообще вдоль подъездов ну, не разрешать вот здесь вот этого шоссе, да, а сделать здесь какую-то общественную зону. Ну, вот там так выглядят детские площадки у нас, да, вот, а так это вот все выглядит в Дании, да, то есть тут тоже стоят машины во дворах, но четко размечено. Вот там посередине, например, территория, где, во-первых, нельзя парковаться, и там, ну, там дети играют и прочее, во-вторых, нельзя ехать насквозь, то есть никто не может проехать насквозь этого бульвара, использовать его как транзитный, чтобы от одной улицы к другой, поэтому у них тут нет движения, столько заезжают люди и паркуются, а вот там, ну, соответственно, и не паркуются. Ну, и это смешанная территория, здесь происходит разная всякая жизнь, вот там столики, там всякие дети бегают, там здесь машины, хоть и припаркованы, но четко определено, где и как, и, в общем, на этой территории кипит жизнь, и, ну, четко всем понятно, что она, в общем, смешанная, а не территория автомобилей. Значит, как, вот, здесь вот хорошая визуализация того, что такое physical framework, да, вот здесь вот четко показано всем пользователям вот этой вот территории, что здесь главный автомобиль, да, что вот здесь едет автомобиль, и люди должны его пропустить, если он едет, а если он не едет, могут пройти. Вот то же самое место, с помощью простых очень изменений в городской среде, четко показано, что по этой территории идут люди, главные люди, а еще иногда может проехать автомобиль, пропустив всех людей. Вот, примерно вот такие там изменения должны происходить в городской среде, чтобы она становилась удобнее. Вот, я покрыл очень большое количество самых разных тем, так, чтобы нам тут было интересно. В нее, в каждую можно, в общем, достаточно глубоко углубиться. Пару слов о выборах скажу, я понимаю, что, в общем, это не ваша тема здесь, но тем не менее. Так как все это дело я хочу реализовывать в жизни, то я хочу попасть во власть, значит, так как у меня нет никаких знакомств и нет никакой подходящей биографии, чтобы меня кто-то взяли и подходящего характера, чтобы лизать кому-нибудь там нужные места, чтобы там, собственно, меня куда-нибудь продвинули, я поэтому это дело, значит, попадание в свою власть вижу только снизу, либо через выборы, либо через общественный запрос. Поэтому, когда я узнал, что в Москве будут проходить муниципальные выборы, я напечатал вот такую вот листовку, может, кто-то из вас ее видел, в которой честно написал все, что муниципальное собрание это бессмысленный орган, не имеющий никаких полномочий, там собираются одни старперы, ну, слово старперы не писал там, писал, что пожилые люди, значит, что я, значит, мне там рекомендовали одеть костюм, там, сфотографироваться, как на паспорт и поменять там фамилию и, в общем, сделать свою биографию, подходящую для среднего избирателя, вот так прямо в листовке написал, но я все это делать не стал, если я вам такой подхожу, то такого выбирайте, не подхожу, живите за своим Щукиным, значит, самостоятельно, вам же хуже, я же в интервью говорил, расклеил все это дело по квартирам, вот так вот разнес, нанял несколько человек, там, двух пенсионеров, которые, там, я им так же вот рассказал все, как вам, они прониклись и стали за меня агитировать, за деньги, конечно, и вот меня, значит, на самом деле, без денег, я вообще против волонтерства, я люблю, когда все за деньги делается, вот, и меня выбрали, и я сейчас, значит, как ни странно, причем так с нормальным запасом, я выбил давнего районного активиста, 70-летнюю учительницу школьную из муниципального собрания, вошел туда сам, и теперь, в общем, хотя бы в Щукино попробую какие-то эти вещи, значит, реализовать, надеюсь, пойду потом и дальше, ну вот, как-то так, можно побеседовать теперь, куда? Следующие выборы в муниципальные собрания через 4 года, у меня и через 5 лет по всей Москве, там, ну, всякие такие вещи, вот, по поводу выборов, еще одна простая мысль, это совсем нетрудно, в общем, очень-очень несложно туда попасть, там совершенно нету, не надо вести какую-то адски бурную деятельность и тяжелый труд, там достаточно просто, там, раз в месяц приходить на собрание, поднимать там руку, немножко вникнув в вопрос, и уходить, и вот таким образом реально многое может измениться, потому что, там, подставные кандидаты, которые, ну, не подставные, а кандидаты, которые там приходят туда и голосуют так, как скажет власть, они будут выбиваться такими, как мы, и, в общем, мы там сможем принимать решения сами. Вот эти все истории, что это очень ответственная и тяжелая работа, это все фигня полная, намного ответственнее автомобилем управлять, чем депутатом быть. Вот. Вот, поэтому, в общем, на следующих выборах, очень всем настоятельно предлагаю в своих районах избраться в эти собрания. Ну, ладно, можно, если есть вопросы, побеседовать, я, в общем, беседовать могу сколько угодно. Микрофон? Микрофон передавать? В смысле? Ничего не обязательно. Это общественная деятельность, за нее не платят зарплату, там нет кабинета, значит, ну, вопрос, что делает весь месяц, это, значит, депутат. Депутат делает все, что хочет. То есть, он хочет, делает что-нибудь, хочет, ничего не делает. Хочет на собрание, даже может не ходить. То есть, вообще, реально, очень серьезно. У нас, в Щукино 8-7 выиграли, значит, представители власти. Чуть-чуть. Вот, один бы человек, значит, туда избрался, и там уже было бы большинство, в общем, независимых, адекватных людей. То есть, если бы один человек избрался, пришел бы один раз, проголосовал за председателя и больше ни разу туда не ходил, там очень серьезно изменилась бы расстановка сил там во власти в Щукино. Можно и не ходить, можно ничего не делать, можно что-нибудь делать, если есть желание. Вот я сейчас парком занимаюсь, никаких обязательств там нет. А? Я занимаюсь там в Щукино парком, там сейчас просто поднялся вопрос, правительство Москвы выделило 96 миллионов рублей на то, чтобы сделать хороший парк, а жители кричат, не надо нам ничего, увозите миллионы рублей обратно вообще, идите отсюда, не надо нам никакого улучшения. Вот я там немножко вник в ситуацию, предложил сделать, там сделали очень плохой проект, там какой-то дурацкий архитектор, и вот я туда привел вчера Илью Варламова, и он пофоткал все, сделал пост, и сегодня я предложил на собрании провести открытый конкурс, то есть все желающие смогут прийти там туда, сделать проект парка какой-нибудь, я его там на этом муниципальной собрале и представлю, потом я сходил к Капкову и рассказал ему обо всей этой идее, он сказал, что руководитель департамента культуры правительства Москвы, он сказал, что это дело все очень поддержит, в общем сейчас мы проведем открытый конкурс, и я надеюсь, что удастся показать, в общем сделать такой кейс, что вот старперы все против, там принесли какой-то дурацкий проект, другие его отклонили, а вот мы вот собрались, сделали хороший проект, и его реализовали, и получилось все круто, если удастся такой кейс сделать, то многое может опять же в Москве, может даже по этому кейсу измениться, Илья Варламов в общем обещал мне с этим помогать, если вдруг студия это поучаствует в этом общественном, в смысле в создании проекта, было бы очень круто, но это так просто мысль. Не знаю, всем ли слышно, вопрос как я от покера профессиональному и перешел к тому, что я сейчас занимаюсь. Покер меня никогда особо не интересовал, я просто им занимался для денег, и сейчас продолжаю заниматься, у меня в общем самая крупная в мире компания по финансированию покерных игроков, мы по всему миру находим хороших игроков, финансируем их на покерные турниры. Ну я просто, мне всегда это было интересно, города, как их сделать лучше, я ездил по миру, смотрел какие города как устроены, потом стал читать литературу, а сейчас вот стало интересно вот это, деньги там на жизни, в общем хорошее существование там собственно и у меня есть, поэтому там каких-то интересов денежных, в этих проектов мне не надо преследовать, есть работающий бизнес, вот занимаюсь. Ты как-то писал в ЖЖ, что хотел силами обычных граждан изменить расстановку сил на какой-нибудь улице, ты брал Кирскую, газетный переулок, что найдется, может, какой-то народ, который согласится выйти просто так, почти так, да, и попытаться что-то в этом изменить. Но как ты себе это дальше видишь? То есть, вот допустим, есть добровольцы, условно, которые вышли, посчитали количество пешеходов, машин, собрали какие-то подписи, что дальше? Ну, тут немножко длинный ответ получится. Во-первых, я против добровольцев, которые куда-то вышли и что-то посчитали. Я не люблю, когда что-то делают добровольцы, я люблю, когда все делается за деньги. Добровольцы могут скинуться деньгами. То есть, мы должны сделать такую структуру, где люди, которые хотят лучше Тверскую, кинули по 100 рублей, или по 500, или по 1000. Мы потом эти деньги взяли, заплатили профессиональным людям, которые умеют считать количество людей, сделали проект. Мы этот проект, опять же, на деньги желающих раздали жителям. И, значит, дальше. Что с этим всем происходит? Так как я пока не мэр, и, в общем, у нас нет дружеского мэра или есть, но пока мы до него не достучались, наша задача сейчас – это вообще поднять эту тему, создать общественный запрос. То есть, когда людям совершенно на все пофиг, и они не понимают, как это все менять, и как оно может быть выглядеть, власти ничего не делают. Когда у людей появляется запрос на такие изменения, они начинают что-то делать. То есть, вот как мы вбросили тему столбиков, я и Варламов, несколько месяцев назад. Люди стали говорить, да-да-да-да, столбики там круто. Несколько дней назад мэрия выдала постановление, что будем расставлять столбики. Раньше никто об этих столбиках знать не знал. А мэрия-то все равно, она может ставить, может не ставить. То есть, это не какой-то принципиальный вопрос для кровавого режима, так называемого. У нас города, чтобы наши были плохими. Просто архитекторы текущие, которые есть, вот я сегодня с этим столкнулся, транспортные планировщики. Они просто не знают, не понимают, у них образование на 50 лет отстает от текущей жизни. И вот, когда слышно только их, то происходит то, что происходит. Когда будет слышно нас, будут происходить другие вещи. Поэтому я почему всегда говорю, что у меня главная задача в этих проектах сейчас – это пиар. Потому что только важно привлечение внимания людей к этому вопросу, чтобы они начали говорить, да, давайте нам трамвай, да, давайте нам деревья на Тверской, скамейки на Тверской. Появится запрос, и, значит, это все будет происходить. Но структуры мы будем для этого делать тоже. А сделан ли первый шаг? Ну, то есть, создан ли счет? Ну, нет, значит, первый шаг пока не сделан, потому что я тут углубился в щукинскую политику, выборы и прочее. Ага, я этим занимаюсь сам. Вот сейчас у меня появился там очень хороший союзник в виде там Ильи Варламова, с которым мы стали вместе это делать. Уже первый проект, я надеюсь, будет с этим щукинским парком, потому что это очень хороший кейс. Выделена куча денег, на которые можно сделать лучше в мире парк там. Если мы вот тут соберемся и сделаем лучше в мире парк, и покажем, что старперы, значит, хотели сделать все плохо, а мы собрались и сделали все хорошо, это может развиться, могут начать проводить эти вот открытые конкурсы, там может много всего получиться. Ну, я сейчас в Америку уезжаю, через три недели приеду, начну проект с Тверской, будет там и там первый шаг сделан, и пойдем это все делать. Ну, вот надо понимать, что я делаю просто как хобби, поэтому в своем темпе. Микрофончик. Местные жители почему против изменений в парках? Потому что они боятся, что все придут, поставят палатки с пивом и вырубят все деревья. Да. Поэтому нормальная реакция, что они не хотят изменений, да? Да. Значит, для того, чтобы местные жители так не реагировали, надо, во-первых, делать нормальные проекты. Вот сейчас архитектор, который там был, он вообще ничего не понимает. То есть у него нет ни одной визуализации того, что у него будет там за проект. То есть он вообще, более благовидную поставил, он вообще, он там говорит, мы посчитали пешеходов. А я по случаю, когда был в Гейл-Аршитекс, я очень подробно изучил, как надо считать пешеходов. Я думаю, сейчас я узнаю, что он там понимает в этом деле. Я говорю, как вы посчитали пешеходов? И он говорит, такую несусветную просто глупость. Вот мы взяли там, встали в среду с 9 до 10 и посчитали час, сколько пешеходов. Я говорю, слушайте, а в другое же время другое количество ходит. Ну, мы просто умножили, типа вот считаем, что так. Показывает полное непонимание. Он как-то выиграл конкурс, я не знаю, что там не было такого света прожекторов на эту тему, как сейчас там с моим блогом, там все вокруг бегают, щукино, щукино. Раньше никто знать не знал про это. Ну, видимо, они отдали какому-то знакомому архитектору. Он там что-то сделал. И, в общем, теперь это так. Нужны нормальные проекты, хорошая визуализация, понятная на человеческом, а не юридическом языке, объяснение людям, чего там будет делаться и зачем. И дальше созывание нормальных людей, вот таких, опять же, как мы с вами, а не только пенсионеров, на эти все общественные слушания. Потому что я уверен, что никто из вас никогда в жизни ни на одном общественном слушании не был. И я не был никогда, до того, как пошел в это депутатство. А чего происходит? Собирается аудитория из пенсионеров, которым делать нечего, они на эти слушания ходят. И они там полностью свое мнение и продвигают, потому что никакой оппозиции они там не встречают. Ну вот, соответственно, я буду, естественно, и звать людей туда, и надеюсь, что это будет происходить. Я думаю, что у нас получится это дело переломить. И, в общем, перспектива выглядит неплохо. А как вообще убираются архитекторы? Ты говоришь, что, допустим, взяли какого-то знакомого своего. Пока не разобрался. Там 94 ФЗ есть, которые заставляют провести конкурс и выбрать самый дешевый проект, если предложено. Дешевый? Да. То есть они оплачиваются? Случительно по цене. Ну, конечно. Не, вот те оплачивались. Мы проведем сейчас просто, значит, открытый конкурс, где будет бесплатно предпроектные, типа, вот эти вещи. Но вообще, да, когда управа заказывает проект парка, она, естественно, платит. Она проводит конкурс. Конкурс на, значит, создание проекта парка. Туда, значит, предоставляются проекты, и кто самое дешевое количество денег за планировку там предложит, тот и выбирается автоматически. Вот против этого сейчас большая общественная дискуссия идет, что 94 ФСЗ надо отменить, потому что мы просто берем самое дешевое и не смотрим больше ни на что. А другие люди, например, Навального, говорят, что нельзя отменять, потому что если мы введем какие-то субъективные факторы, то есть не только самое дешевое, но еще и хороший проект, то будет очень большая коррупционная составляющая. Это сложная дискуссия, в которой нет особой позиции. Вот вообще выбирается, у меня нет особой позиции, но вообще вот пока выбирается так. Я надеюсь это все сломать, я надеюсь установить практику, что мы будем делать открытые проекты, где смогут участвовать все желающие. Потом представлять их, значит, жителям, там, например, пять проектов. Жители будут выбирать один и обращаться к правительству Москвы или кому-то еще, что давайте, мол, вот такой проект сделаем, потому что он нам нравится. Тогда, значит, эта архитектурная компания там сделает себе имя, респект и уважуху, что она, значит, сделала такой вот проект, в общем, дальше она сможет участвовать в конкурсах и прочее. Мы сможем выбирать лучший проект, а не самый дешевый. Ну, это просто пока мысль, я пока не до конца разобрался в этой всей истории. Есть там где-нибудь вопросы? А скажи, пожалуйста, как ты относишься к переделке парка Горького и того, каким он сейчас стал? Я к своему огромному стыду, значит, еще в нем не был летом, и зимой не был. Ну, в общем, я много читал про то, как его переделывали, и я там смотрел фотографии, ну, это круто, вот, то есть там использовали все принципы вот центры притяжения, да, то есть они делают всякие места, куда обычные люди, которые не просто прогуливаются по парку для того, чтобы выгулить собаку, а которые они пришли туда зачем-то. Вот там сделаны эти Wi-Fi, там с этими розетками, да, там еще какие-то вещи, лавочки в тех местах, где с них открывается хороший вид, ну, и каток сейчас. Людей приглашают в парк, это то, что должно быть. Парк, он за тем, чтобы в нем люди были. Ну, это круто, я надеюсь, что это и в других парках будет. Ну, и в догонку тогда вопрос, а вот занимаясь парками, вы как-то сейчас исследовали вопрос того, какими они должны быть, и как вы оцениваете себя, как, я не знаю, экспертов, или почему вы занимаетесь именно парками? Значит, я не... Вот как раз парки, это совершенно не моя специализация, потому что парками много кто занимается. Я просто сейчас занялся парком щукинским, потому что там вот это идет дискуссия про парк. Ну, а я муниципальный депутат, и очевидно, что остальные там персонажи, участвующие в дискуссии, они при всем моем там скромной оценке моего понимания, как должен выглядеть парк, остальные участники дискуссии, они вообще не представляют ничего. Не просто, ни в какую. И, ну, я поэтому немножко этим занялся. Но так вообще я не особо специалист, я почитал пару книжек, и вот, как-то так. Можешь микрофончик там задать? Еще? Есть еще? Можно какую-нибудь тему задать? Вот вы говорили, что неправильно считали людей. А как правильно считать людей? Правильно считать людей надо взять несколько дней в течение недели, стать там, ну, либо уж вообще целый день считать, но это трудно. Вообще, каждые, значит, 15 минут в начале каждого часа, считай, сколько прошло людей, умножать это там, соответственно, на 4, и потом в начале следующего часа, опять посчитал, потом опять, потом у тебя получится процентовка, сколько, значит, людей, в какое время суток там проходит, примерно точные. Ну, точные, потому что там, ну, внутри часа, это неважно. Потом так же сделать и в выходные. Желательно так же сделать зимой и летом, но это уже если мы прям делаем всю эту историю. И вот так. Почему волонтеры это плохо? А? Почему волонтеры это плохо? Волонтеры это хорошо, но их надо очень аккуратно использовать. То есть, когда идет вот эта вот тема с тем, что давайте выйдем на улицу, проявим, значит, гражданскую активность и вот, значит, будем делать наши города лучше, то здесь производится такое, такая манипуляция людьми, что типа, если вы хороший человек, выйдите, помогите нам. Люди могут и выйти, но когда надо будет там 10 часов простоять, просчитать людей, они два часа постоят, а потом решат, да все, я тут бесплатно стою, собственно, я пойду лучше там в кафе посижу и все, и уйдут. Волонтерам можно доверять какие-то, ну, два вида задач. Либо интересные, которые там интересно делают, например, вот Олимпиаду организуют там практически полностью волонтеры. Ну, много очень работы выполняют волонтеры, потому что это интересно. Ты находишься в спортивной площадке, мячики в футбольных матчах подают, тоже дети волонтеры. Ну, это никто не платит. Это интересное дело. Либо дело, от которого, даже если он неинтересный, быстро видно результат. То есть, вот, например, наблюдение на выборах. Многие волонтеры, они вот сидят там, и вот прям сразу видно и результат их работы. Это можно доверять волонтерам. Какие-то нудные технические работы нельзя доверять волонтерам сначала, а потом пытаться, значит, влияя на их, значит, типа мозг, всякими манипуляциями, типа, если ты не пойдешь, значит, ты нехороший человек. Пытаться их заставить дальше этим заниматься. Это надо разбивать на задачи. Надо собирать деньги из желающих. На самом деле, что такое волонтерство? Если вот кто-то получает там 30 тысяч рублей в месяц, допустим, то если он пошел и день отпахал волонтерам, то он пожертвовал тысячу рублей, на самом деле. Ну, так пример. Если это, значит, превращая в деньги. Намного лучше с этого человека просто тысячу рублей взять, или 500, ну, по его желанию, и заплатить профессиональному человеку, которым этим будет заниматься, если задача неинтересная и не видно сразу результат. Надо четко делить. А в наших текущих вот общественных проектах, многих, которые запускаются через блоги, через другое, это все дело как-то забывается и часто пытаются просто краудсорсингом заниматься, а это дело, на мой взгляд, обречено на неудачу. По-моему, любые серьезные проекты, ну, вообще, любые проекты, они должны обязательно иметь коммерческую, вообще не коммерческую, а денежную основу, не обязательно коммерческую, но люди, которые ими занимаются, должны получать как-то деньги и вообще, чтобы был хороший проект, в нем должна быть правильная циркуляция денег внутри. Если ее нету, то проект развалится. Какой бы он ни был, неважно, коммерческий или некоммерческий. Как вы планируете бороться с российским менталитетом? О, хорошая тема. Значит, вот это вот миф. Нет никакого российского менталитета. Это все ерунда. Их не надо сгонять, надо делать такую инфраструктуру, чтобы больше нормальных людей туда пришло. Тогда они, во-первых, сами уйдут. Во-вторых, их просто будет не видно. Каянице везде есть, их нельзя на Луну отправить. Они вот существуют. И у нас, допустим, сделали новый двор. Новостройки, новый двор, много-много скамеек, но, в принципе, все это нормально выглядит, но туда никто не ходит, потому что там по вечерам тусуются. Ну, значит, там нету там каких-то вещей. Бесплатный Wi-Fi там можно устроить, например, когда там будут люди какие-то еще. Еще какие-то точки притяжения для обычных людей можно устроить. Милицию можно вызывать, когда пьяницы собираются. Это что? Это на самом деле очень действенно. Нет, серьезно. Вызов милиции это очень действенно. У нас там несколько человек есть, которые практиковали, приезжают милиции, забирают их в отделение. Ну, они потом там больше не сидят. Эти, другие сидят. Ну, там постепенно они обучаются. Но вообще... Но вообще... Надо понимать, что люди, пьющие пиво, не пьяницы, а обычные люди, пьющие пиво на улице, это очень обычные люди, и их не надо ниоткуда сгонять. Им надо сделать удобную инфраструктуру, где они смогут там спокойно пить пиво, никому не мешая. Это должно быть вдалеке от жилых домов каких-то, вдалеке от детских площадок, но тем не менее, дедушка, и пусть себе там и будут. Пытаться отучить людей пить с помощью отсутствия скамеек, это совершенно неправильный подход. Алло. Да, да. Вопрос про основную тему. Вот все-таки где жителю центра от большого города хранить свой автомобиль? Жителю центра? Да. Либо на платной парковке? Где она должна быть? Эта платная парковка. У жителя центра? Да. Либо вдоль улиц, либо во дворе, но там во дворе должно уходить 20%. Нормальное ли решение, что если эта парковка будет, то есть если житель будет добираться до парковки на общественном транспорте? Ну не очень. Не уверен, что это нормальное решение. Нормальное решение, чтобы парковка была в радиусе где-то 500 метров от... Просто если взять центр Москвы и количество желающих владеть автомобилем... Нет, жители именно. Ну конечно. Жители, значит, должны понимать, что либо им придется покупать за дорого парковочное место, либо им придется быть без автомобиля. Нужно найти там то количество парковочных мест, которые можно сделать в доле улиц, либо во дворах, не занимая большое количество дворов, там 20% там у двора заняв, установить такую цену, чтобы там коммерческие механизмы отрегулировали, и дальше люди либо купят это место, либо будут без машины в центре жить. Потому что основная проблема-то, почему машин много, ну, про это много писали, то, что наконец она стала доступной, и все хотят как бы ездить там в соседние города, на дачу. Вот. Если мы не говорим о жителях центра, а говорим о жителях там спальных районов, вот, например, в Европе уровень автомобилизации там 600-700 машин на тысячу человек, вот в том же Копенгагене, хотя у нас 350, и у них нет пробок в центрах таких адских, как у нас, потому что у них люди на работу и с работы ездят на общественном транспорте, велосипеде или чем-то таком, а на машине ездят в магазин на дачу в другой город. Значит, люди в спальных районах, там достаточно места, они хранят машины либо на подземных каких-то парковках, ну, такие бывают, либо, значит, на каких-то пустырях, где там оборудованная парковка, либо, ну, на улицах около, ну, параллельная парковка вдоль улиц. Что-то не то. Вот. Значит, если мы говорим о радиусе в 500 метров от дома, то почти в любом районе, в любом районе Москвы спальном найдется там пустырь либо улица, вдоль которой можно поставить автомобиль, где он спокойно будет себя отлично чувствовать. Вот. Еще будут появляться паркинги, то есть, если это будет, ну, платно, то есть, если мы, если будет принято платить, вот, например, на Тверской, на углу, там, с этим, Рецкарл, там, по-моему, да, есть большая подземная парковка, которая всегда пустая. Почему? Потому что цена, а цена почему бы влияет? Потому что можно бесплатно припарковаться на тротуаре. Если бы было нельзя, то она была бы полная. Либо люди приезжали бы на метро, если не имеют возможности платить за парковку. Вот. Ладно, дальше. У меня такой вопрос. Ты говоришь, что вот те люди, которые все решают и раз в месяц приходят и поднимают руку на вопрос, да, отвечают, их большое засилие, они все старые, ничего не понимают. Так же ты говоришь, что их нужно заменить. Как ты себе представляешь вот это единовременное подкашивание и быстрая замена всех этих людей? Как это произойдет? Что мы должны сделать? Должны ли? Вот если это, я так понимаю, муниципальное собрание, да? Ну вот, конкретно. Угу. Нет, смотри. А пожилые, они все равно там, ну, вот если мы сделаем хороший проект, эти пожилые его утвердят нормально, они просто сами не могут в интернете организовать открытый конкурс, они не знают, что такое интернет, где он там есть, и мой блог распечатывают, они охреневают, что я там пишу такое про них, и все. Значит, то есть это такая. Ну, а вот если говорить про то, как их оттуда выбить и сесть туда самим, вот были муниципальные выборы, в Питере через год будут муниципальные выборы, ну, пойти на них всем. Люди голосуют за молодежь с удовольствием, просто она не баллотируется или баллотируется от Росмолодежи, от Единой России. Вот. Независимая молодежь не идет на эти выборы, потому что им все это не надо, там нудно, там плохо, и вот сидят старперы. И вот на собраниях тех же самых, вот собирается общественное обсуждение парка, и там даже некому высказать мысль, как бы, вот они там предусмотрели роллер-дром, допустим, и бесплатный Wi-Fi там рядом, а жители потребовали убрать роллер-дром. И некому было, не было ни одного человека, там я еще не избрался, не было ни одного человека нужного возраста, чтобы сказать, слушайте, чуваки, а роллер-дром-то все-таки некоторым нужен. Понятно, что вы тут не можете на роликах ездить, но другие-то люди ездят, и как бы так не делается. Приходите на эти собрания, идите на выборы, в общем, не бояться всех этих... Ну, коротко. Ну, это лично мой взгляд, что есть проекты, и кто-то утверждает, на них выделяются деньги. Тот, кто их утверждает, и тот, кто их исполняет, то эти деньги, бывает, пилят. Да? Это такая большая кормушка. В принципе, это недалеко не секрет. Где-то больше, где-то меньше. В принципе, ты предлагаешь этим людям отказаться от этой кормушки. Сказал про коррупцию. Проблема коррупции есть, она вам плохо, что она есть, как бы. Я с коррупцией не борюсь. Я не знаю, как, это сложная задача, совершенно не моя, и мне рад, что с ней борются там Навальные и другие. Я не знаю, что делать с коррупцией. Я хочу делать хороший проект парка, показывать его людям, принимающим решения. Просто это же как происходит? Вот приходит человек, допустим, принимающий решения и заказывает проект парка. К нему приходят два дерьмовых. И никакого там, вокруг никто на это не смотрит, на это все. Он берет там один из них и заказывает. А если к нему пришли, значит, два дерьмовых и десять хороших, и мы ему привели десять хороших, ему обосновали, почему это десять хороших. Внимание там, в блоге там всякие, там 20 тысяч человек читает, то он уже так просто не выберет. То есть это момент таких ходов. Ну да. Нет, может быть, это надо смотреть. Это я пока недостаточно в них, чтобы понимать, как там еще обойти вот эти проблемы с цифрами. Но пока я проблем с цифрами-то не вижу. Там такие огромные бюджеты, что я вчера считал, на бюджет, выделенный на этот парк, можно купить восемь тысяч лавочек. И если поставить их через 200 метров, на всех улицах Москвы можно покрыть сорок процентов улиц. 80 тысяч квадратных метров бельгийской плитки из натурального камня можно купить. Жители там очень любят белочек, можно купить восемнадцать тысяч двести белочек. Четыре тысячи, значит, пятьсот пятиметровых сосен. То есть много всего хорошего можно сделать с 96 миллионами рублей. Я сегодня жителей пытался убедить, что не надо их так просто отправлять обратно. Мы должны наш ход совершить. То есть это дело ходов. Есть коррупция. И там она существует. Там они как-то привыкли делать. Сейчас я туда вошел и объявил об открытом конкурсе. Вот я сделал ход. Сейчас мы сделаем еще один ход. Приведем туда пять хороших проектов и убедим жителей, что они хорошие с помощью хорошей визуализации. Жители скажут, да-да, давайте нам это. И дальше будет их ход. Они могут сказать, идите нахрен с вашим этим проектом, ничего не знаем, мы будем дальше пилить. Ну, ладно, значит, что же, если это все никак не удастся остановить, значит, ну, проиграли мы эту партию, ничего страшного, следующую выиграем. Если, значит, они так сделают, это для них опасно, ведь их могут ценить должности, они не смогут пилить другие проекты, которые очень тихо проходят. Вот так постепенно. И так вот мы сделаем наши ходы, пока мы не делаем наших ходов. Такой у меня взгляд. Такой вопрос. Вот мне утратить твои идеи, но я так и не понял. Ты сам успешно разгребаешься или тебе нужна какая-то помощь? И вообще, какая возможна помощь от меня человека отвлеченного и никак не связанного с твоими проектами? Ну, об этом я в блоге пишу. То есть, там надо читать мой блог, я буду делать структуру, внутри которой там будет видно, то есть, там можно, скорее всего, можно будет либо деньги прислать, либо какой-то волонтерский работ проводить, которые подходят по той теории, которую я сказал. Либо за деньги работ проводить по той теории, соответственно. То есть, например, у нас как раз был проект Тверской, который я закладывал самую большую возможную стоимость иллюстрации потом вот этого проекта нового, который должен быть, именно потому, что хотел его как раз в этой студии заказывать. То есть, коммерческое взаимодействие тоже возможно. Как-то так. надо блог читать, и я надеюсь, это будет развиваться. Буду рад вашему участию. Все? Ну, если все, то все, можно еще поговорить, у меня много времени. Или ты опять сейчас в интернет пошлешь. Слушай, а вот допустим, я тоже хочу, чтобы у меня перед подъездом стояли клумбы. Мне нужно саму их тащить? Или мне нужно кому-то обращаться? Ты, может быть, в курсе? Или я в церкви гуглить? Не, я, кстати, в прошлый раз не гуглить послал, а в свой блог. Я через него координирую все проекты свои. А, значит, по поводу клумб, я не знаю, вот эти конкретные клумбы притащили две консьержки с помощью узбеков. Значит, ты можешь тоже взять узбеков, поставить клумбы, и будут клумбы. Значит, сделай так, чтобы кто-то другой притащил? Не знаю, можно обратиться там к своему муниципальному депутату, если у тебя есть какой район? Утащим? Ну, может и так получиться, да. Может и так получиться. Но я не знаю, какой район там у вас? А, ну, в некоторых районах вы избрались, там, муниципальные депутаты адекватные, можно им сказать, они напишут там эту историю, что, типа, мы их там, вот, просьба от жителей такая-то, и там, просим это сделать. Можешь. Конечно, нет, значит, вообще-то да. но, наверное, я пока, опять же, до конца, есть там это ДЭЗы какие-то, ГУИСы, там, все вот такие вот истории, я пока до конца не вник, кто там ими занимается, и не уверен, что хочу вникать, потому что эта вся структура достаточно омерзительная, и я вообще не уверен, что хочу работать по ее правилам. Мне намного более симпатичная идея скинуться деньгами, купить 20 лавочек, расставить их на Пушкинской около Макдональдса, и все, и уехать. И посмотреть, если их мэрия увезет, то будет хорошая медийная история. Жители Москвы скинулись деньгами, принесли лавочки, а мэрия их сожгла, значит, изничтожила. Значит, опять же, это вопрос ходов. Вот мы делаем наш ход, они делают их ход, значит, они, скорее всего, если мы привезем лавочки, скажут, о, круто, здорово, и там они останутся. Вопрос ходов. Ты сделаешь свой ход в твоем дворе, значит, может останется, а может нет, всякие там есть. С тем же столбиками, то есть мне очень симпатичная идея скинуться деньгами, купить столбики, вызвать рабочих и всю тверскую имя, значит, заставить. Вот. Ну, как бы, ни под какую головщину это не подпадает, значит, да, ну, что, это не вандализм, не хулиганс. Там ничего, ты же ничего не унес, принес в столбики. Ну, надо проконсультироваться там, чтобы под головщину не впадать. Ну, значит, надо посмотреть. Ну, по предварительному сговору, да, это, значит, не 15, предварительному сговору 7 лет. Не, ну, я не знаю. Опять же, это вопрос ходов. Конечно, под никакую головку там никто не пойдет, но если там об уголовке речи нет, значит, купили лавочки, купили столбики, поставили и посмотрели, что произошло. Мне кажется, так намного эффективнее, чем идти через всякие там эти структуры, там, искать, обращения писать. Да, конечно. Про таксистов хотел спросить, вот они нападают на людей в аэропортах, на вокзалах. Вот как вы думаете, могла бы быть решена эта проблема? Это уже вопрос, ну, охраны, правопорядка, как работает там полиция. Ну, тут она работает плохо. Вот, тут ничего не сделаешь. То есть, как ничего сделать? Это не мой вопрос совершенно. Ну, я понимаю, ну, а как это? Полиция должна прекратить там, ну, знаете, там штраф или там еще что-нибудь устроить. Это вопрос не городской среды совсем. Конечно. Я, ну, вот на метро езжу с удовольствием. Если бы, например, такой трамвай, который я показывал, который, кстати, в Алжире находится. Тот трамвай, который была фотографией, это из Алжира. Не самая там богатая и благополучная страна. Если бы, вот, я уверен, что если бы там в 500 метрах от вашего дома был бы такой трамвай и он приезжал бы даже с одной пересадкой, такой удобной, к 500 метрам от вашей работы и ехал бы в два раза или в полтора раза или чуть-чуть даже, быстрее, чем машина. Я уверен, что многие бы выбрали его над автомобилем. Ну, сейчас. А зачем тебе быть муниципальным депутатом, если это совершенно бессмысленный орган, у которого нет никаких полномочий? Зачем вообще тогда это занимать? Об этом я в листовке написал. Это первый шаг в политике. Просто вот так и написано было. Я, типа, ничего сделать не смогу, наверное, но это первый шаг в политике. Ну, нет, я могу. То есть, ну, возникла эта медийная история. То есть, как бы, я могу там влог что-то написать, там, подхватывают какие-то люди. То есть, вот так. Но это не из-за того, что, то есть, рощерком пера я не могу, полномочий нет. Но всякие возможности такие, не связанные с полномочиями, появились. Вот. А еще интересно, меня все спрашивали, зачем ты идешь в эти муниципальные депутаты. Я всем честно говорю, это фан. Мне весело, интересно там под этих старпюров поворошить. Если вы посмотрите мой пост про это муниципальное собрание, там, лодки хорошие, подробно описано, откуда там кто взялся, там, они все подходили, говорили, ты что, кто же так вообще, как можно так писать? Вот. То есть, ну, весело. Ну, это осиное гнездо разворошить, там, они все нежничают, там, бегают. А потом, ну, пиар, потому что возникла большая медийная история, обо мне теперь кто-то знает, вот, вы меня позвали, там, еще чего-то. То есть, это в том числе из-за этого. Ну, и обучение. Я так и хочу это все реализовать, мне интересно, как это все на стране происходит, вот, я там, типа, обучаюсь. Народное благо не стоит здесь, значит, я никогда не говорю, что я вот такой бескорыстный, все хочу делать для народа, вот, я это делаю для себя, это у меня такой вид самореализации, делаю не для денег, потому что деньги я делаю другим способом, и он жив и очень хорошо работает, а вот для самореализации мне это нравится, и совершенно не из-за того, что мне очень важно народное благо. Это все депутаты любят, вообще, многие любят говорить, что вот, я для людей, да все, да вот, все обычно за этим что-то другое кроется. Вот, так. Вопрос, смираешься ли ты что-нибудь делать для развития велосипедного транспорта? Очень хотелось бы. Да, да, это нужно. Здесь то же самое, так как я пока не мэр, и не помощник мэра, и не вице-мэра, и вообще никто в этой всей структуре, я не могу решить, значит, сделать дорожки. Я могу поднимать общественный запрос на это дело, конечно, значит, как на это общественный запрос поднимать, значит, мы должны поехать в какой-нибудь спальный район, сделать там, спланировать подробную велоинфраструктуру, сделать хороший план, который жителям понравится, отнести его там Капкову или какому-нибудь другому адекватному человеку в мэрии, и сказать, давайте реализуем, посмотрим, что выйдет. Сделать велопарковки у метро и так далее. Ну, если мы там увидим потом 50 тысяч велосипедистов в этом районе, или 20 тысяч, или 10, или вообще много, вот мы сделали ход, дальше появятся общественные запросы, так вот все и пойдет. То есть, все то же самое. Собираюсь, но это не главная задача для меня сейчас. То есть, мне там, убрать автомобили с тротуаров сейчас намного важнее, или перераспределить площади двора, так, чтобы они были более удобны, ну, более соответствовали их пользователям. Это важнее, чем велодорожки. А с чем связано, что Москва такой грязный город? То есть, вот в Европе видишь меньше уборочной техники, улицы чище. В Москве постоянно видишь уборочную технику, все равно город грязный зимой и летом. Это тема, которую я давно собираюсь заняться как следует, потому что есть много насчет теорий, там теория, что газоны выше, чем дороги, там теория, что ли, внестоки как-то фигово работают, но это надо сесть просто изучить, я пока точно не знаю. Вот. Понятно. А этот опыт европейских транспортов показывал дело дорожки, решение троллейбусами, транспортными, это тот, который ты видишь идеальным, или у тебя есть свои какие-то представления о том, как все на самом деле должно быть, и ты хочешь что-то лучше соединять с ними? Тут нет какой-то идеальной истории, здесь нету, такого, что вот мы берем и делаем в Москве Копенгаген или Стокгольм, и нам типа надо выбрать какой город. Это все так не работает. Мы берем какой-то принцип, по которому они там действуют, и строим у нас так, как в соответствии с этим принципом, если он кажется нам логичным. Так что я тут не вижу ничего идеального, есть какие-то, то есть если они там высчитали, что лавочка с видом на активную городскую жизнь используется на 70% чаще, чем лавочка без вида на активную городскую жизнь. Значит, мы должны ставить лавочки с видом на активную городскую жизнь. По-моему, совершенно очевидно. Ну и другие такие вещи. Здесь нет какой-то идеальности вот той или другой системы. Нет, есть два пути, то есть можно развивать автомобильный транспорт, вот как я показывал, можно развивать общественный, и таким образом транспортную проблему решить и проблему столкновения городов автомобилей решить. Тут мне кажется, ближе европейский путь, а не американский. есть такой проект, я не знаю, я забыл, как он называется, может, о нем слышал, общий транспорт, когда автомобиль никому не принадлежит, принадлежит какой-то компании, и им пользуются многократно разные люди, есть карта, на которых соображается, где находятся 200 автомобилей, в странах. Ты знаешь, такой проект вообще? И как к нему относишься? Ну, что-то слышал, это нормальная история, но это из таких экзотических историй, которые не дадут никакого влияния на общую ситуацию, не сделают. Ну, нормально, интересно, не знаю. Нет, нет, это, конечно, не замена. Это нормальное добавление. Ну, так же, как система Велиб в Париже есть, это вот примерно то же самое, только с велосипедами. Стоят через каждые там 300 метров пункт, куда можно поставить велосипед или взять велосипед, и там очень занедорого по городу ездить. Хорошая система, но она такая, это часть велоинфраструктуры. Вот эта часть там инфраструктуры общественного транспорта, не думаю, что это важная, но не знаю. А? Да, ездят, ну, во-первых, они там более-менее сами перераспределяются, но, конечно, есть и станции, из которых все время ездят, и да, ездят специальные машины и перевозят со станции на станцию, да. Ну, да. Там целая система, она очень интересная, и в Москве вообще, если делать велосипедную инфраструктуру, мы думали там в Дании об этом с челом под ним, нужно ее в спальных районах надо делать просто обычную велосипедную инфраструктуру с велопарковками около метро, а в центре вот такую систему велиб, чтобы человек там мог владеть своим велосипедом в спальном районе, ездить дома до метро, оставлять его там, приезжать в центр и доезжать до офиса. Так. Ну, то есть, тогда увеличится сильное количество пользователей общественного транспорта, потому что те, кому до метро там 10 минут транспортом, им там не охота на метро ездить, а там 7 минут велосипедом, все другое дело. Я летом сталкиваюсь с такой проблемой, я живу в Бутово, и в метро запрещено провозить велосипеды, даже в сложном состоянии, даже снимая переднее колесо, нельзя. Вообще, каким образом я могу попасть на велосипеде в центр Москвы? Никаким, к сожалению, потому что метро очень у нас забито, у нас метро забито, и нельзя никак в него действительно допустить велосипеды, это нормально, даже в Копенгагене нельзя на велосипед в метро носить. Там у них намного более развит этот рельсовый транспорт, он не так забит, и если в нашу метро запихивать велосипед, это ничем хорошим не кончится. Значит, должно быть, что вы в Бутово едете до, там, ты едешь до, значит, метро, оставляешь там его на целый день, едешь на метро до центра, берешь там вот этот в прокате этот Вилип, доезжаешь там от метро до нужного тебе места. По-другому, ну, никак это сейчас не устроит, пока у нас так перегружено метро, и не видно, чтобы оно у нас вдруг разгрузилось. Ну, это может быть, ну, так как, опять же, я не директор метро, то это не тот вопрос, который я могу решить, да, может, и можно там придумать какие-то часы, в которые можно, не знаю, опять же. вопрос касаемый климатических условий, потому что у нас в стране они немножко отличаются от Европы, а есть города, где и сильно отличаются, и большую часть времени холодно, там те же меры применимы, то есть велосипеды, лавочки, все то же самое там подействуют, и как вообще там, что делать? Нет, значит, нет никаких мер, которые там везде применимы, вот, конкретно про совсем северные города я еще не, как бы, не занимался этим, в Норвегию ехать, у них там большой опыт, конечно, велосипедом минус 20 нельзя пользоваться, ну, здесь можно, но делать это будет небольшой процент людей, и как бы, это совершенно не выход, с общественным транспортом, конечно, выход, то есть должны быть там трамваи, метро, и все то же самое, это неважно там, какой климат, но опять же, здесь действует все то же самое, то есть у нас не должны быть какие-то там, это не, мы не должны искать какое-то, прям, какое-то решение вопроса, которое мы везде будем штамповать, вот это все у нас пытаются всегда делать, взять, выработать решение, нарисовать ГОСТ, и по нему, значит, делать везде площадку, нет, надо брать какие-то принципы, и в соответствии с ними, то есть там, если город холодный, то, наверное, велосипеды, там не надо на них акцент делать, вот, ну, как-то так. ты говорил о невежестве, с которым ты встречаешься, да, то есть, ну, нашими городами занимаются те люди, которым неинтересно это, да, и я хотел спросить, насколько сильно это невежество у нас, то есть, часто ли ты можешь встретить человека, который принимает решения, и который интересуется там этим, так же, как и ты, то есть, или выучиться чему-либо, вот как ты считаешь там, люди там, типа Собянина, там, ну, то есть, какова их цель, просто власть, или действительно там им интересны города, им интересно что-то строить, или у управленцев вообще другие, как бы другие. Значит, вот невежество очень, в огромных количествах просто встречается, насколько я это могу оценить, а мне пока в Москве вот встречался Капков, который действительно очень интересуется всеми этими темами, и очень крутой вообще в этих, прям вот он очень в теме. Он у власти, да, он руководитель департамента культуры, да, да, значит, Собянин тоже, насколько я знаю, он читал со звездочей книжки, он интересуется этим вопросом, я из разных источников слышал, что он там, он с Яном Гейлом там общался, с интересом, с Вуканом Бутчиком тем же, в общем, это, насколько я знаю, ему это хотя бы более интересно, чем Лужкову, это уже большое достижение, значит, что вот, что это в каком-то направлении продвинулось, но вообще эта проблема происходит не из-за того, что как бы людям не интересно, даже тем, кому интересно, вот если не брать этих там вот двух, просто образование, которое дается в архитектурных и в транспортных вузах, в этих вопросах городской среды, оно отстает где-то на 50 лет от текущего момента, и выходят люди, они считают, что они знают, потому что их учили долго, но на самом деле они вообще совершенно в другом направлении действуют, и как бы это все вот, это и дает вектор развития там городов, ну вот, пока ситуация такая, может, как-то переломим. Ты видел наш проект Комсомольского проспекта в Перми, можешь оценить вообще, и если видел наш будущий офис, может быть, тоже как-то скажешь мнение об этих проектах, которые нам представили, ну, по-больному. Ну, я в Перми, я видел проект, но не настолько, чтобы как бы сейчас что-то, по-моему, мне он тогда понравился, но я не помню точно деталей, я помню, что там в Перми вообще в этом смысле очень продвинутый. Ну, можно, если. Вот, офисы, это уж вообще не моя тема, что я не знаю. Ну, думаю, у вас тут все нормально будет. Видел фотографию, в интернете, что, типа, в северных районах Японии, они делают отапливаемые тротуары и дороги, чтобы не было реагентов, не было машин, которые чистят, там, и так далее. Вот, если такое решение где-то еще, в таких полусеверных странах, и надо ли делать такое у нас? Я еще, к сожалению, не был в Японии пока, поэтому этого не видел и никогда об этом не слышал, про это я не знаю, выглядит интересная идея. Но вообще, вот, вся идея, я ее не затронул, создание изменения, ну, какого-то, вот, считается, что на климат нельзя влиять, холодно и холодно. На самом деле, там, жарко и жарко. На самом деле, это не так совершенно, то есть, можно делать территории, там, следить за тем, чтобы больше была территория, там, освещена солнцем, там, или, там, и наоборот, с тенью, там, лавочки, там, например, те же самые можно ставить, там, на солнышке, можно, в тени, то есть, на это может сильно влиять, там, высокоэтажная застройка, на, допустим, вызывает ветра, и в холодный климат, это еще холоднее становится, то есть, можно ставить, опять же, вот всякие такие, есть такие, как забыл, газовый колорифер, что ли, такие штуки, которые отапливают, там, кафешки, вот вы, может, видели, можно их просто на улицах ставить, там, в Лас-Вегасе они стоят на улицах, ну, что-то типа того, да, то есть, ну, можно много чего делать для того, чтобы климат в городе как-то чуть-чуть подвинуть, чуть-чуть в сторону, нужен сток. Да, ну, 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 вот опять же, ну, я не знаю, там, никак вас не хочу критиковать, он, наверное, виднее, но и не оценивая визуальную часть, которая, опять же, не моя совсем, вот то, что он вообще прямой, я не уверен, что это хорошая тема, то есть, обычно хорошо, если люди как-то так ходят, там, видят разные объекты, вот, как видно было в Катенгагене, ну, нет, в смысле, вот даже, даже в этой внутри территории можно сделать дорожки, чтобы они вот так ходили, там, поставить посередине, примерно вот так же выглядит бульвар в Катенгагене, который я показываю, то есть, там, идешь, 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 бах, встал, воткнулся там в баскетбольную площадку, допустим, вошел его округ, ну, не знаю, то, что он прямой, вообще, в целом, это не очень хорошо, но, не, 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 не особо проблемно, это просто так, вот, ну, это круто, ну, и потом, да, я смотрю, вот у вас там узкий, то есть, вот я вижу узкий проход, то есть, это не то, что у вас там огромные проспектища, где ничего нет, достаточно узко вдоль деревьев, да, я правильно понимаю? Ну, зависит от вашей ширины, то есть, он огромный широкий, там есть всякие цифры, я сейчас их все не приведу, но, например, если вы делаете там городскую площадь, то она должна быть не больше 35 метров в диаметре, потому что только там на этом расстоянии можно, видеть там лица и поведение людей, если больше, то уже кажется, что, ну, в общем, неинтересно наблюдать за происходящим, поэтому там городские площади в Риме и в европейских городах, они вот обычно такого диаметра, ну, поэтому, чем все уже, тем обычно лучше, если не идет огромный поток людей, нет, ну, это выглядит очень круто, ну, давайте дальше, крутится, может так, или там все? Нет, есть еще чуть-чуть, ну, ну, это опять визуальные какие-то штуки, я не очень, так было, о, а, я, по-моему, тут видел, не помню точно, это у вас там была история с разделением по зонам, то есть вы, вы, по-моему, устроили зоны, типа, вот здесь типа палатки, а тут там торговля, я точно не помню где, это уже все, да, было что-то такое с зонами? не помню, вот, как бы, чем больше мы все смешиваем, тем лучше, то есть, чем меньше это вот разделено на зонирование, тем обычно лучше, но, опять же, в общем случае, конкретно, я не знаю, так я там не был, тут есть книжка, кстати, Джейн Джекобс, я не знаю, читал ли кто-то из вас ее, если делать такие проекты, сейчас вам оставлю, это первая книжка в Америке, которая вообще подняла все эти вопросы, которые я сейчас поднимаю тут, она это первое подняла в Америке, в 60-е годы, нет, такая обычная, да, на тему общих мест развлечений, у нас есть пара примеров, где ВВЦ, в смысле, и Парк Победы, и вот, и там, и там мы тусуем, я там на БМчике прыгаю, точно там же, и там же бегают невесты, там фонтан смотрят, тролловали, бегают дети, врезаются в мой БМчик, я берусь с родителями, бегают менты, мы все перемешиваем в одну кучу, и вообще это весело, мне очень нравится, драться с родителями, но, я не уверен, ты вот как думаешь, это правильная практика, то, что мы в одной кастрюле варимся. Или нужно всех по конслагерям? Вообще, чем больше перемешивания, тем лучше. Конечно, есть группы людей, которые там нельзя перемешивать. Естественно, как ты говоришь, и детей не надо, их надо чуть отдалить. Но недалеко, то есть вот там здесь и здесь, там в середине кто-то с кем более. Мне просто кажется, что отделить детей возможно, потому что даже на бетонке, где мы катаемся, они там пролезают через... Ну, они просто пролезают и это неизбежность. Ну, я не знаю. Мне интересно, что ты думаешь по этому поводу. Дети к вам туда пролезают, им там интересно, то они не должны быть. Да. То есть ты ничего не сделаешь. И не надо с этим ничего делать. Дети вообще любят играть там, где больше людей, больше внимания, больше всякой активности. Они не любят загонщики, где вообще только они сами по себе находятся. И да, они стремятся... Например, там вот ту парковку, в которой я показывал детскую площадку. Намного больше детей тусуются не на детской площадке, там, которая вверху была, а на парковке, потому что там типа еще и взрослые ходят, и им это намного интереснее, чем просто одним в своем загонщике там тусоваться. Это все в этой книжке очень хорошо описано, которую я оставлю. Если интересно, посмотрите. Максим, а ты интересовался вообще рекламой в городах, допустим, в Москве, засорением рекламным мусором? То есть если с парковками можно бороться в то, что мы считаем количество людей, ну и дальше уже все это идет там муниципалитет, то как это бороться с рекламным мусором? Вот все, что связано с визуальной частью, то есть как это выглядит, я стараюсь в это особо не вникать, потому что это вообще не моя тема, у меня там совершенно математический склад ума, я не знаю, как все должно выглядеть, и к этому много внимания от людей, которые намного лучше этим займутся, например, вы, значит, или там другие, или Аварламов там есть, там еще какие-то, которые этим занимаются, и я в это не хочу лезть, потому что я не знаю, я стараюсь заниматься вещами, на которые никто не обращает внимания, но которые при этом очень важны, то есть больше на них обращать внимание. Я, конечно, могу ошибаться, возможно, просто все, что ты говоришь, в принципе, вывод один, что наши люди, точно такие же люди, как и в других европейских городах, да, они все раскрепощены, они могут, бомжей нет, нет, но такой же процент, как и в других городах, ну, может, чуть повыше, может, да, то есть, в принципе, все равны, но, тем не менее, у нас адский совок, у них все хорошо, они далеко впереди, Тема достаточно недавно сравнительно писал о том, что у нас есть это личное пространство, это хорошая история, да. Как эти две истории пересекаются? Ты говоришь, что это не так, а по идее он говорит, что нет, на самом деле, всем тут нам насрать, и пока никто не поймет, ничего не выйдет. О, точно, вот всем насрать, пока никто не поймет, ничего не выйдет. Вот я и пытаюсь сделать, чтобы поняли больше. То есть, вот все эти примеры, все вот эти вот там, Тверская там, вот эти все визуализации, это как раз за тем, чтобы люди поняли, что если мы чуть-чуть что-нибудь изменим на Тверской, то им будет лучше житься. И что это совершенно не так, что на Тверской пофиг как, а важно, как у них дома. Чем больше об этом говорим, поднимаем вопрос, тем это больше будет меняться. То есть, это убеждение, оно не какое-то такое, что у нас такие рождаются люди. Это вот так сложилось. Ну, будем менять, работаем над этим. Не-не-не, у меня все еще тревожат столбики. А вот мы иду от метро, там вот рядом с метрополией на Тверской стоят столбики вбитые. Это вбито кем? Что стоит? Ну, столбики, чтобы машины не заезжали на тротуар, и это одна зона, то есть, на Тверской в основном не взбиты. То есть, кто-то же вбил их туда, кто-то, ты не в курсе. Я пока не разобрался. Например, есть там более абсурдные примеры. Есть улица Свободы, где, я не знаю, может кто-то знает, Тушино. там ходит трамвай, и он посреди улицы идет. И вот там кто-то очень хорошую идею сделал, вбил столбики, чтобы машины не заезжали на трамвай. Вот он вбил 500 метров с одной стороны, а дальше нету, и с этой стороны нету. Я думаю, что кто-то начал вбивать столбики, собралось общественное мнение, люди там собрались на какой-нибудь общественный совет, там все закричали, заорали, сказали, идите, ничего нам тут не надо, все идите вон, они ушли вон, на столбике остались вот так стоять. Думаю, что и тут что-то такое получилось. Но я точно не знаю. Вот я сейчас хорошо видел, как это с парком происходит. Переносит кучу денег, приходит дурацкий архитектор, жители кричат, идите все нафиг, деньги забирают, парк остается такой же, как есть еще в советских времен по 25 лет, с турникам, там всяким спортивным площадкам, все вот это оборудование. А жители, это в смысле те, которые 50 человек на общественном собрании, да? Да, собрания жители. Именно те самые, просто люди ниоткуда пришли, вот пенсионеры как-то рассказывали. Не, ну как, вяжется у подъездов объявление, что пройдут общественные слушания по вопросу парка. Те, кто на них пришли, те считаются жителями. Как бы. Вот такое объявление. Я иногда высказываю там мысль, что не только те, кто сюда пришли, будут пользоваться этой территорией, но, естественно, все присутствующие начинают верещать, что, короче, они тут самые опытные, самые главные, и они хорошо себе представляют интересы других групп, населения. И все, пиздец. То есть, теоретически, если на этом объявлении будет маленькая схемка вот этого нового плана, то людей будет больше интереса. Я это у себя в Шинкино буду делать вообще. Если мы сделаем вот этот проект, который там, вот мы сейчас, я надеюсь, кто-нибудь придет и сделает хороший проект, и нормальную визуализацию, я уж напечатаю, соберем деньги там как-нибудь, я напечатаю листовки, разнесу их прямо по квартирам, но не сам, а тоже с помощью там людей. Потому что вот обычно, когда объявление вешают, там такой А4 формат, обычный такой, машинка, шрифт, и там все думают, ну да, очередное объявление, очередное там, чего-то там, где-то там. Значит, сделаем, соберем денег, закажем, тут у вас хорошее объявление, и все придут. Я говорю, время полно, могу хоть до ночи тут общаться с вами. У меня много времени. Так трудно, надо темы задавать, я так вот. Нет, нет. Ну, давайте спрашивайте что-нибудь, потому что так трудно без... Конкурс по парку, значит, Варламов будет публиковать. Значит, я там собрал конкурсную комиссию, значит, которая будет техническое задание делать, настоял на введении туда Варламова, значит, там встал какой-то житель, говорит, а ты тот самый человек, который вчера назвал нас всех мудаками? Я говорю, нет, это какая-то ошибочка, не знаю, надо ввести. Ну, и проголосовал там все собрание, единогласно, за введение Варламова в эту комиссию, вот, и теперь, значит, там комиссия состоит из трех депутатов, включая меня и Варламова. Вот. Ну, да, нет, там еще, то есть я туда адекватного депутата ввел, одного, одну там пожилую тетеньку, в общем, не важно, и вот меня и Варламова, и вот мы теперь соберемся, там надо сформировать, ну, то, что называется там техническое задание, я точно не знаю, как это выглядит, просто какие должны быть объекты, и дальше, я надеюсь, там уже в эти выходные он это выложит, и дальше, в течение месяца можно будет сделать, ну, просто предпроектную тему, там просто прийти, там, в парк, и что-нибудь нарисовать, там, и замутить, дальше, ну, будем это дальше толкать. Вот. здесь участвовать можно. Конечно, если вы поучаствовать, это очень круто будет, просто будет очень прекрасно. А много времени занимаетесь ты деятельностью? Какая? Вообще, вся эта твоя последняя, там, пару месяцев, ты занимаешься? хобби, я не знаю. Просто, де-факто, времени, как за тебя это делать. Ну, ну, я не знаю, я так не делю, то есть, я просыпаюсь, открываю комп, у меня там разные деятельности, коммерческие, то есть, ну, пишут мне кто-нибудь поэты, я поэты и болтаю. Ну, вот, там, такие вот встречи, там, или какие-то вещи, где мне надо присутствовать, ну, они немного времени занимают. Ну, последний месяц много, потому что там журналисты, там, очень много выступлений было, там, на радио, в телевизоре, там, я был, и, в общем, в НТВ, я не знаю, видели ли вы сюжет, позитивный про меня НТВ сюжет выпустил. Это много было, ну, а так, в обычное время, не очень. Вполне. Депутатский? Это только административно, то есть меня не могут арестовать, например, на митинге по административному правонарушению, а так больше у меня никакой нет. Вообще, единственная льгота депутата такого, это, значит, бесплатный проезд на общественном транспорте, от которого я торжественно отказался, там, ко мне подходят, говорят, там, вот, вы у нас, как проездной парня, я говорю, я отказываюсь. Максим Евгеньевич, вы понимаете, что это бесплатно? Да, я понимаю, отказываюсь. Вам ничего, ничего не стоит, ничего не потеряете, ничего не потеряете. Специально не хочу никакие льготы от этого получать, потому что тогда начинают многие говорить, что вот, ты за наших харчах должен тут на нас целый день работать. Вот, а я, ну, вот, да, ну, не, любые такие темы, то есть люди почему-то часто вот, начинают вот эту вот фишку, что, типа, ты должен тут на нас работать, ты нам что-то тут должен. Вот, я на самом деле вообще не признаю, что я кому что-то должен, я делаю за что мне нравится, и как бы, и вот. Вот. Где микрофон, и... Все? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ